РОХОТ! 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 Продолжалось значительно дольше установленного регламента. Но все это было потом. А в первом тайме многочисленные зрители увидели по-настоящему азартный и бескомпромиссный футбол. И несмотря на то, что Ротор вышел на поле без четырех ведущих игроков, которые отсутствовали по разным причинам, волгоградцы постарались дать бой лидерам чемпионата. Но если бы наши желания всегда совпадали бы с нашими возможностями, то какой прекрасной могла бы оказаться жизнь. Но, увы и ах, его величество удача на сей раз была не с Ротором. Хотя волжане уже на десятой минуте открыли счет. Веретенников со штрафного попадает в стенку, затем вторым ударом направляет мяч в сетку. Это был, кстати, 14-й гол Олега в нынешнем сезоне. Но недолго музыка играла. Вскоре стремительный проход по флангу Тедеева. Его хлесткий удар заставляет Саморукову неловко отбить мяч прямо на одинокого конищева, который без помех отправляет его в сетку. Один-один. А затем начался настоящий фейерверк волгоградских атак. Один Нидергаус мог трижды поразить цель. Дважды мог отличиться Нечаев. Еще несколько раз Веретенников, бывший в этот вечер одним из лучших на поле. Но мяч упорно не хотел идти в ворота Спартака Алании. То перекладина, то промахи из позиций, где и промахнуться-то казалось невозможно, то блестящая игра Хапова сводили на нет все усилия ротора. Волжане в первом тайме создали столько голевых моментов, что их с лихвой хватило бы ни на одну игру. Занервничал Газаев. Еще до перерыва произвел своей команде сразу две замены. И во втором тайме, оставшись в десятером, ротор продолжал наступать. Мяч метался по штрафной. Метался во вратарской площаде. Но Хапов успевал всюду. Газаев уже начал показывать арбитру на часы, мол, пора кончать это дело. И оно закончилось в ничью к радости лидеров и к огромному огорчению волгоградцев, которые, казалось бы, заслужили победу, но потеряли в итоге два важных для себя очка. Вот такие парадоксы нам дарит порой футбол.